Понятие мышления у Гегеля – это и своеобразная концепция, и богатая очень по содержанию теория. Вот на ней мы сегодня остановимся. И, конечно, полностью я не смогу вам все рассказать, но наметить определенные точки понимания я смогу, я надеюсь, и подтолкнуть вас к какому-то последующему движению. Три аспекта мы должны учитывать в понимании того, что такое мышление по Гегелю. Первый аспект – трансцендентальная философия. Учение Канта о категориях, учение Фихте о трансцендентальном субъекте и трансцендентальном самосознании. Это охватывает, полностью все это заимствует и переинтерпретирует это существенным образом. Второй момент – метафизика Аристотеля. В каком аспекте? Аспект содержательный. То есть, если вы помните, Аристотель очень интересно осмысливает понятия. То есть, у него богатый по содержанию анализ нашего мышления в метафизике Аристотеля. И, наконец, Гегель впервые рассматривает мышление как исторический процесс. Мышление исторично у Гегеля. Этого нет ни у Канта, ни у Фихта, ни у Аристотеля. Напомню вам основные моменты кантовской концепции. Кант полагал, что он разрешил загадку или разрешил проблему Давида Юма. Помните, Давид Юм свел общие понятия, в частности, центральное для нового времени понятие субстанции, к привычке и вере. То есть, субстанция – это самопричина. То есть, в основе понятия субстанции лежит понятие о причине. И Юм говорит, что понятие причины из опыта ассоциативным образом возникает. И мы привыкли, что так всегда следует, что за действием идет какое-то последствие. И верим, что так всегда будет. Что делает Кант? Как вы помните, он исследует сам процесс познания. И показывает, что если бы в составе нашего чувственного созерцания и логического мышления не было бы некоторых априорных условий, то есть, схем, по которым осуществляется опыт, сам процесс мышления был бы невозможен. И вот такие всеобщие формы нашего мышления, то есть, организации нашего рассудка – это категории. Кант в данном случае следует за традиционной логикой, восходящей к Аристотелю и Стоиком. Берет 12 суждений наших и показывает, и, соответственно, у него появляется таблица из 12 категорий. Категории – суть формы, суть значения связки есть в суждении. То есть, суждение формируется по поводу тех или иных частных вещей, но сама связка есть, имеет вполне определенное значение. Категории группы качества – реальность, отрицание и ограничение. Что значит реальность? Да само умение говорить «да», «есть». Что значит отрицание? Само умение отрицать, говорить «не есть». То есть, отрицательные суждения строятся на том, что самое многообразное содержание, куда входят цвета, запахи, размеры, мы либо отрицаем, либо утверждаем. Вот универсальное умение. Категории количества, единства, первое, множество, наконец, единство во множестве, целокупность или всеобщность. Более сложные категории отношения, то есть, главное и производная, то есть, субстанция и акциденция. Далее, причина и следствие. Ну и, наконец, взаимодействие, причины и следствия, общения или взаимодействия. Далее, другие суждения, там, возможность, действительность, необходимость. Фихте говорит вслед за Кантом, что вот эти все категориальные синтезы, которые осуществляют человек, осуществляются одним и тем же мышлением. Вот единство нашего мышления, я, в каждом его сознательном акте, называется самосознанием. Но это самосознание Кант и Фихте называют не эмпирическим самосознанием. Эмпирическое самосознание, я посмотрел сейчас на себя, я осознал, что я в голубой рубашке нахожусь. Или вот вы посмотрели три года на себя, сознали, что вам что-то не хватает знаний, пошли учиться в РХГА. Это эмпирическое самосознание. А то самосознание, которое делает возможным само наше мышление, как совокупность этих вот предпосылок, это трансцендентальное самосознание. И вот Кант выявил это трансцендентальное самосознание, он также его называет таким красивым словом «трансцендентальное единство перцепции». А Фихте показал, что сутью трансцендентального самосознания является я. Он называл это абсолютным я или трансцендентальным. Суть этого я – деятельность, свободу. Деятельность какая конкретно? Самопродуцирование. То есть я мыслит я. Я полагает я. Это относится, эта коллегия относится именно к трансцендентальному самосознанию. Потому что, как хорошо показал еще Декарт, Декарт, ваше эмпирическое я отнюдь не перманентно полагает само себя. Раз, есть прерывы в вашем сознании. Постоянно прерывы. Вот сон такой, например, прерыв вашего сознания или обморок. И Декарт очень хорошо показал, что чем яснее я мыслю свое бытие, тем более очевидным для меня становится, что я себе свое бытие не даю. Что есть некоторая бытийствующая во мне сила, которая вводит меня в существование. Помните у Декарта? И причина самого себя. Да, потом причина самого себя. У Спиноза и Декарт об этом говорит, как о Боге, или божественной субстанции. И Спиноза об этом говорит. Что же это за трансцендентальное я? Кто является носителем категории? Мы родились, категории были до нас. Мы властны как-то над ними? Нет. Такое выражение, особенно в советской философской литературе было. Человек пользуется категориями. Мы пользуемся категориями, познавая мир. Пользоваться можно молотком. Хочу пользуюсь молотком, хочу не пользуюсь. Вот скорее категории как бы в нас вот эти всеобщие понятия мыслят. Кто носитель? Кто носитель? Кант отвечает, не знаю. И более того, говорит, что сам вопрос некорректен, поскольку требует выхода в сферу вещей в себе. А это невозможно, поскольку наш рассудок не является интуитивным. Если бы наш рассудок был интуитивным, то он был бы подобен божественному. А Фихте, Шерлинг и Гегель отвечают, да, возможно. И именно потому, что наш рассудок подобен божественному. Основание. Откровение священного писания о том, что человек сотворен по образу и подобию Бога. У нас есть интеллектуальная интуиция. Однако человеку нужно раскопать, развить в себе эту способность интеллектуальной интуиции. Но когда ты развил, ты можешь созерцать. Следующий момент. Причина. Одна и та же для всех. Понятие причины и для меня, и для вас, и для Аристотеля одно и то же. При том, что мы самые разные причины выявляем в этом мире. Сама причина одна и та же для всех. Но будучи одной и той же для всех, причина проявляется в самых разных случаях. В каких случаях? В бесконечном числе случаев. Возможность. Понятие возможности, как категории, да? Одно и то же для всех, для нас. Я умру, понятие возможности останется. Аристотель, который раскрыл эту категорию, умер. Понятие возможности остается. При том, что сама возможность проявляется в бесконечном числе случаев. Можем мы сказать о возможности или о причине, что она везде? Можем. И в то же время нигде конкретно. Вот это Гегель и называет всеобщим. Всеобщее. Везде. И в то же время мы не можем ни в каком конкретном месте ее, как сказать, пальцем потрогать, понюхать, пощупать, полизать причину. Это и есть всеобщее. Это и есть всеобщее. А что представляют собой категории? Любую возьмите категорию. Реальность. То же самое. Отрицание. То же самое. Ограничение. То же самое. Единство. То же самое. Получается, что всеобщее по своему содержанию категориально. Всеобщее по своему содержанию категориально. Содержание всеобщего и есть то, что логика находит в категориях. Как мы говорим, философия – это наука о всеобщем. А что она исследует? Бытие. Небытие. Единство. Множество. Возможность. Действительность. Какую возможность исследует философия? Как таковую. Поэтому Гегель не какие-то конкретные возможности. Политоэкономия – какие-то конкретные возможности. Но Гегель скажет, что как раз политэкономия исследует абстрактные возможности, в то время как философия исследует конкретное всеобщее. Здесь появляется очень важное различие между абстрактным всеобщим и конкретным всеобщим. Но конкретно другое значение. Конкретное богатое по содержанию. То есть такое всеобщее, которое не противоположно единичному и особенному, но содержит их в себе, как свои отвлеченные моменты. Вот абстрактно общим по отношению к столам является... Какой признак вы можете по отношению к человеку... Да, вот это анекдот даже такой, я не помню, Гегель на него опирается или нет. Мы говорим, что поиск такого признака в человеке, который бы отличал его от всего остального. То есть найти такую общность. И человек предстанет двуногим животным без перьев. Двуногое животное без перьев. Если мы к этому сводим сущность человека, а именно это отличает, по мнению древних, человека от всего остального, мы тем самым выводим абстрактно общий признак. То есть это действительно то, что общее всем людям, но это такая общность, которая существа дела не схватывает. Конкретная всеобщность, всеобщность категории, например, причина. Везде причина. И в то же время нигде. То есть такая всеобщность, которая содержит особенность и единичность в качестве своих абстрактных моментов. Теперь давайте подумаем. А вот, например, единство или тождество, оно как-то может возникнуть? Или оно вечным является? Как таковое, да? Сложный вопрос. Смотрите, давайте помогу вам. Несколько с другой. Помните, мы с вами рассматривали проблему идеального на введении в философию? Помните такое? Было как-то. Я говорю, вот стол и идея стола. Идея стола относится к столу как общая по отношению к единичному. Столов много, идея одна. Столов. Признак идеального. Гегель бы сказал, что это абстрактная общность. Ничего конкретного тут нет. Но сам признак идеального бытия тут есть. Далее. Идея есть определенность по отношению к определяемому. Вот из одного и того же материала, дерева, мы можем сделать кафедру, стол, тумбочку. Наконец, идея есть самая тождественная. То, что равно самому себе. То есть столы мы можем разломать, а идею, ну что ты с ней сделаешь? Ничего не сделаешь. Ничего. Платон делает вывод о вечности идеального бытия. По Платону получается, что вот и идея березы, да? Березы проходят и уходят, а идея березы одна и та же. Вечно. Но в этом есть логика. В этом есть логика, но в том случае есть логика, если мы не исходим из того, что мир возник во времени. Например, в библейском контексте. И вот тогда очень проблематично, вечно ли идея березы. Может быть, она, так сказать, придумана, а потом Бог сотрет эту информацию из Вселенной? Понятен, да, вопрос? То есть по отношению к конкретным березам, идея березы выступит не вечным, а как бы сверхвременным началом просто. Схватили мысль? Схватили, да? То есть, еще раз повторю, Платон языческий мыслитель. Идеи творения не знает. Поэтому он вполне логично делает вывод о вечности идеального бытия. То есть мир не рассматривается в его истории. Поэтому то, что проходит, это материальные воплощения некоторой идеи. Вот березы проходят, да, дубы проходят, а сама идея дуба или березы остается. То есть та программа, которая вложена, ну, я не знаю, Богом в нее, скажем так. Но если мы посмотрим на мир как исторически развивающийся, то, в принципе, может оказаться, что и идея березы или идея дуба отнюдь не вечна. Ну, придумал ее Бог, да, а потом нет ее. А вот вопрос о тождестве и различии. Вот их-то придумать можно? Единство как таковое. Единство как всеобщее. Вечные получаются. Ну, а как? Ну, как ты придумаешь? Тоже действительно различие. Бытие придумать можно? Ну, так вот, смотрите, вы должны... Переход мы сейчас, я пытаюсь вас подтолкнуть к переходу от канта-фихтовского понимания трансцендентального субъекта и мышления к гегелевскому. Рассмотрели мышление, пришли к тому, что в его основе лежит некоторое категориальное всеобщее содержание. Само это категориальное всеобщее содержание в трансцендентальном субъекте. То есть в таком субъекте, который один и тот же для всех мыслительных актов. Кто этот трансцендентальный субъект? Кант отказывается говорить. Фихтель лишь говорит, что это есть некоторое абсолютное я. А гегель выходит далее к Аристотелю. И вот я вам задаю вопрос. Всеобщие понятия, то есть бытие — ничто, причина — следствие. Возникают или не возникают? Складывается впечатление, что не возникают. Традиционно философия и дает ответ, что они вечны. Вечны. Ну а как ты? Что ты можешь с бытием сделать? Еще раз говорю. Помните, Парменит, одно и то же есть мысли бытия. Бытие? Да, одно и то же. То есть вот здесь мы с бытием не сталкиваемся. Здесь мы сталкиваемся с существованием, в котором бытие лишь является. А бытие как таковое. То есть получается, что мышление в его всеобщем содержании вечным является. Встает вопрос о том, кто является субъектом этого вечного мышления. А, это абсолютная идея, да? Бог? А Бог для него в этой идее? Нет, почему? Нет, нельзя так сказать. Бог для него дух, в первую очередь. Абсолютный дух. Что это за творческий ум, который делает возможным наши познавательные акты? Который существует, несмотря на то, что мы рождаемся и умираем. И который делает нас людьми, способными познавать мир и понимать друг друга. А также понимать и Бога. Иногда. Еще раз вопрос формули. Что это за творческий ум? Не простой ум наш, рассудочный, дискурсивный. А творческий ум. Ведь категории – это условия возможностей синтезов, которые мы осуществляем. Условия возможностей синтезов. Что это за творческий ум, который существует, несмотря на то, что мы приходим и уходим. Который делает нас людьми, то есть дает возможность... Аристосивский ум себя высвящен. Ну, а если перевести это в библейский контекст... Бог. Вот почему Гегель говорит, что... Ну, Гегель же не библейский. Почему? Почему? Гегель называет самым бубушным. В протестантском мире, да, многие его очень... Другое дело, что у него есть... У Гегеля, как у всякого человека, есть заблуждение. Да, из личного бессмертия. Все. Что он библейский бог? А между прочим, из наличия библейского бога вовсе не следует наличие личного бессмертия. Кто сказал это? Христос. Ну и что? Ну и что? Какая связь с библейским богом? Во-первых, библейский бог не тождественен Христу, да? Христианскому. Да, во-первых. Более того, из слов, которые говорит Христос, вовсе не следует, как бы, скажем, автоматическое бессмертие человека. Христос говорит, верующий в меня смерти не увидит вовек. А неверующий, значит, увидит смерть. Из наличия библейского бога вовсе не следует однозначно. Библейского какого? Верхозаветного или Новозаветного? Да любого. Вы знаете, концепция бессмертия, на которую сейчас опирается церковь, она ясна, она вышла вся из платонизма. Это же очень многие показали. Если сейчас только адвентисты седьмого дня, там, из крупных движений, говорят, что человек после смерти умирает и лишь будет воскрешен на судьбе, то в ранней церкви очень многие так думали. В этом смысл-то воскресения. То есть из наличия бога вовсе никак не следует бессмертия души. В смысле, я думаю, в веру вошло именно телепочетно, телезно. Нет, прямой связи нету. Понимаете, то, что вы сказали, что Гегель отрицал бессмертие, так многие отрицали бессмертие. Отрицать бессмертие в платоническом смысле вовсе не значит отрицать воскресение. То есть это другой вопрос, но мы уйдем. Я все-таки хочу вас к понятию мышления по Гегелю подвести. И, коллеги, хочу показать логику в его переходе, чтобы вам, если вы вдруг откроете книгу, чтобы вы все-таки, о чем речь идет. Я вас подвожу к тому, что вот Кант-Фихте, да, классно все сделали. Философия дальше уже отказываться некуда. Но философия может задержаться на кантианской позиции. Так многие и делают. И сказать, что не знаю я там чего. Вот то, что мое мышление определенным образом организовано, организована категория, это факт. То, что есть некоторый субъект, да, мыслящий во всех нас, ну, это тоже, по-моему, так понятно. Каков он? А Гегель говорит, что надо исследовать сами категории, начинает рассматривать, что же такое мышление, да, что такое всеобщее. И я попытался с вами это сделать сейчас. Всеобщее, которое везде и в то же время нигде конкретно, да, проявляется ведь. Показал, что категории и составляют содержание всеобщего. Можно ли придумать это всеобщее? Причина и следствие, да. Бытие и ничто. Нет, вечный. Но если бы мы, коллеги, вот ответили так, а именно так и нужно ответить, мы бы отсинтезировали с вами трансцендентальный идеализм Канта и Фихта с Аристотелем. А Гегель еще дальше идет. Придумать можно, но этот придумщик сам Бог. Придумщик сам Бог. То есть категории и есть акты его мысли, которыми он полагает бытие. Категории и есть акты мысли, которыми Бог вводит несущее в существование. Для нас говорение, творение, мышление, для людей разные вещи. Да, для Бога это же одно и то же. Для Бога это же одно и то же. Он сказал и стало так. Когда мы говорим об образе Божьем в человеке, что мы подразумеваем? Ну, конечно, не эмпирическое содержание вашего сознания. В эмпирическом содержании вашего сознания всякий мусор. Вы сидите сейчас на лекции по философии и думаете, что вы кушать сейчас будете. Вот в этом образа Божьего никакого нет в человеке. Но если мы берем самоспособность понимания, а она создается чем? Категориями. То есть всеобщими формами мышления, понятыми как нечто целое. То самоспособность понимания от Бога, вот какой ответ дает Гегель. То есть если у Канта этот трансцендентальный субъект и категория, это своего рода заградка, которая мешает нам познавать мир. Для Гегеля это наоборот, для Гегеля это вход в познание. Поэтому вот так он критично и оценивает. Это вход в познание. Вход в познавание быть. А действительно ведь мы видим, что животные познают какие-то частные вещи. Но мы не можем сказать, что собака не знает отличия между горячим и холодным. Знает, наверное, да, собака. Чего нет у собаки? Какого познания ли у кошки? Мира как целого, да, конечно. Мира как целого. И уж, конечно, раз нет мира как целого, значит нет и познания Бога. То есть получается, что мышление не есть бытие, то есть утверждение или отрицание, или причина, или следствие. Не есть нечто статичное. Это и есть постоянно производящийся акт мысли. Ну, я постарался вас просто логически туда к толкнуть. Втолкнуть туда. Ну да, да, то есть тот просто, который декларирует, показывает. Показывает. Гегель, исходя из логики Канта-Фихта, да, дает свой ответ. Вот. Вот что означает всеобщее. Вот что означает мышление. Вот что означает категории. Далее Гегель говорит, что наша задача показать основные категории в их восхождении, начиная с абстрактнейших, начиная с абстрактнейших, то есть самых бедных по содержанию и заканчивая самыми конкретными. В отличие от Канта, который просто описал категории, Гегель приводит их в систему. Причем эта система подвижна. То есть каждый момент в ней переходит в другой и так далее. Вот давайте посмотрим, посмотрим, какова логика движения гегелевской мысли. Он говорит, что логика движения моей мысли, с одной стороны логично, мы пойдем от самого пустого и бессодержательного и придем к конкретному. Причем как мы сделаем? Мы дадим просто самому предмету раскрыться в нас. Дадим предмету раскрыться в нас. Одновременно эта логика будет логикой исторического познания человеком абсолютного. Фикса начинает с «я», а Гегель говорит, что еще даже более абстрактного нужно назвать. Какая категория является самой абстрактной и одновременно самой фундаментальной? Бытие, по Гегелю. Что есть бытие? Когда мы говорим, что субъект есть предиказ, само наше умение сказать «есть». Что сказал Бог в библейском прологе? Первое слово какое? «Да будет». Сказал «есть». То есть еще чего нету, мы-то говорим просто «есть». А Бог говорит о том, чего нет, поэтому говорит «да будет». То есть самое первое, самое абстрактное умение сказать «быть». Вот первая категория, которая фундирует структуру нашего мышления, это «бытие». При этом речь идет о чистом бытии, не о каком-то конкретном существовании, а о чистом бытии. Что вы о нем можете сказать? Есть ли бытие что-то? Нет. Оно есть ничто. То есть мы можем что-то сказать о бытии? Хочется сказать «нечто» и «дефис ничто». Не «нечто», «нечто» позже появится. Отличия нет. Нечто – это то, от чего есть отличия. Отличий-то нет. Просто есть. Ну а что ты скажешь об этом есть? То, что оно есть – ничто. речь идет не о каком-то конкретном несуществовании. Речь идет о самом... Да? Или об самом умении духа чего? Отрицать. Откуда это самоумение духа отрицать? Да? Откуда? Нигиляция. Может камень отрицать что-то? Нет. Конечно… Божественно самоограничение. Само умение отрицать. Почему самоограничение? Может и не себя ограничить, а может и другое ограничить. Лишить жизни, да, и все. Вот и возьмет и ограничит. Создал камень, убрал его в ничто. Слишком мыслью по древу не следует растекаться. Можно, так сказать, понятию мышления. Бытие есть – ничто. Мы можем опять-таки сказать, что ничто есть. Все-таки мы же его как-то помыслили, значит, она каким-то образом. Что происходит с вашей мыслью, когда вы мыслите «бытие» и «ничто»? Как же она же переходит от «бытия» к «ничто» и от «ничто» к «бытию». Возникает переход. Возникает что? Становление. Бытие переходит в «ничто» и «ничто» переходит в «бытие». Возникает становление. В становлении есть два момента, да? Возникновение и уничтожение, да? Где произошел этот процесс? Где вы его сейчас нащупали? В вашем мышлении. В вашем мышлении. И вы видите, что много вещей в мире, которые есть, и многих нет. И все в мире переходит, да, друг в друга. Но как всеобщий принцип, где открылось это вам? В вашем мышлении, да? Вот то «бытие» и то «ничто», и то «становление» всеобщее, оно одно и то же для всех. Одно и то же для всех. При том, что становление предметов разные, становятся разные предметы. Становление как таковое одно и то же. Вот первый шаг, который Гегель делает в своей логике. Первый шаг. Смотрите, достаточно логично все получается. А теперь давайте посмотрим, что соответствует в истории человеческого познания этим логическим шагам. Держаться вовсе не следует только за философию. Гегель в целом рассматривает религиозно-философское мышление, поскольку и в религии тоже может произойти такое открытие. Кто из философов отождествил, впервые понял, что абсолютное есть чистое бытие? Парменид, Элиад. Помните, с них мы и начинаем философию. Это означает, что в элейской школе понятие абсолютное раскрылось очень абстрактно, как бытие. Но зато, с другой стороны, впервые они поняли, что абсолютное вовсе не огонь, не воздух, не вода, как думали натурфилософы. А что? Чистое бытие. Безусловно, Богу можно приписать чистую бытийственность, хотя он к ней не сводится. Вы согласны с тем, что бытие, именно чистое бытие, отличительное свойство именно Бога? Я есть насущий. Отличительное свойство именно Бога. И Элиады, хотя с нашей точки зрения, они дают абстрактнейшее представление о Боге, то есть пустое по содержанию. Исторически оно было правильным. То есть, значение их в том, что они первые поняли, что абсолютное или Бог, есть чистая бытийственность. В этом значение Элиад. Гегель не говорит, что понятие их правильным в полном смысле является, оно абстрактным является. В этом смысле неполным. Но то, что они впервые в мысли и в разуме выразили этот принцип. Ведь у первых философов, у Фалеса, у Ноксимена, Ноксимандра была только форма всеобщности. Они говорили, что все есть вода. То есть, смотрите, все есть вода. Вроде все форма сохраняется, но ведь вода это не всеобщее. Или все есть огонь. Но огонь это ведь не всеобщее, потому что рядом с ним стоят другие стихии. Рядом с огнем, с водой, с воздухом. А рядом с бытием что? Ничего не стоит. Какая религиозно-философская доктрина исходит из понимания абсолютного как ничто? Примерно в это же время, только в другом регионе. Буддизм. Абсолютное в буддизме было понято как ничто исущего. Нирвана. Буддизм. Совершенно верно. То есть, за каждой категорией логики стоит определенная религиозная или философская школа. Историческая и логическая соответствуют друг другу. Наконец, какой философ понял мир под знаком становления? Гераклит. Гераклит. То есть, в категории становления, в порядке логики, вот категория становления, в порядке истории гераклит, который понял, что все течет, все меняется. Ясно? Вот первая триада гегелевская тезис, антитезис, синтез. Получается, что бытие и ничто суть два абстрактных момента становления. Становление истина и бытия и ничто. Еще раз вам напомню, что в Библии бытие по сути это генезис. Генезис. Да? Генезис. Далее. Сделаем следующий ход мысли, сделаем следующий шаг мысли. Все течет, все меняется, да? Но само-то становление. Да? Тождественно самому себе. Тождественно. Да, тождественно. Соответственно, становлению противоположно. Ну, можно либо сказать, что становлению противоположно ставшее, да? Либо становлению противоположно что? Пребывание. Пребывание. То есть само становление пребывает. Можно ставшее сказать. То есть оно само стало в своей тождественности. Становление, пребывание. От слова пребывать, да. Ну, ставшее, вот Гегель, такую категорию. А что есть определенность? Определенность это и есть вообще качество вещи. есть качество вещи качество определенность вот так гегель так гегель рассматривает категории группы качества рядом более укрупненный план противоположность качеству противоположность качеству что количество дальше уже наверное более знакомые вам вещи кто из вас учился при советской власти наверно вы приписываемый фридриху энгельс закон перехода количественных изменений в качестве или конечно это он энгельс заимствовал из науки логики гегеля да здесь конечно уже более ясным становится диалектика то есть при примерах перехода количественных изменений в качественные много вода там замерзает вот все действительно количественные изменения переходят в качественные И качественные изменения тоже переходят в количественные изменения. Единством качественных и количественных изменений является мера. Единством качественных и количественных изменений является мера. Измеренная имеет как качественную, так и количественную характеристику. Гегель говорит, что вообще развитие происходит по узловой линии мер. То есть, по большому счету, мера измеренности бытия, есть его высшая характеристика. То есть, так вот Гегель начинает от бытия, и там я многое опустил, а переходов у него, конечно, достаточно красивых, где он анализирует к тому же все эти понятия, выходит к мере. Я хочу вам показать, что соответствует исторически этим категориям нашего мышления. Как вы думаете, какие школы, в древней всячности философии, исходили из чисто качественного понимания мира? Что мир настолько качественный, каждая вещь настолько качественна, что ее и сравнить с другой вещью невозможно. Томисты как раз, и какой принцип, и какая философская школа исходила из чисто количественного понимания мира, что всякую вещь можно свести к некоторым количествам. Матомисты и количества, а гомеомерии и софисты. Никакого единства взгляда, ведь чисто качественное мышление о мире отрицает количество, а главной количественной категории является единство. Если ни одна вещь на другую не похожа, то все. И в силу с нового времени, то это было бы не конечно же, как две вещи. Ну можно, но вот Гегель на примере античности очень просматривает. То есть принцип софистики, что каждая вещь неповторима, да? То есть субъективное качество. Качество доводится до абстрактного принципа. Главная идея атомистического мышления, демокрита и эпикора состоит в чоку, что все можно измерить количеством и конфигурацией атомов. То есть атомистика в данном случае, абстрактно-количественное мышление. Какой философ синтезирует и атомистическую, и преодолевает окральности атомистики и софистики? Выше надо брать. Платон. Что такое мера? Что такое идея? Это же и есть мера бытия. Идея – это и есть мера бытия. В идее есть и качественный момент, и количественный момент. Пифагор скорее к количеству будет. Число. Пифагорейцев туда скорее к количественному мышлению можно загнать. Мера. Идея платоновская. Вообще идея как идеалистический, вообще как принцип миропонимания. Что это? Это есть мера сущего. Мера высшая категория. Мышшая категория группы бытия. Далее Гегель переходит к анализу категорий сущности. Это еще более интересные и разветвленные. Да, это все в логике. Первая часть логики посвящена категориям бытия. Вторая часть логики посвящена категориям сущности. И третья часть логики посвящена анализу суждений, умозаключений и понятий. Субъективная логика. Как? Восприятие не утратилось у вас еще? Нет, хочется. Ну, в любом случае, я не смогу вам за 10 или 15 минут трехтомную науку логики изложить. То есть надо, конечно, ее как-то посмотреть будет все-таки, хотя бы некоторые разделы. Ваше мышление так заиграет, я думаю. Какая важнейшая сущность? Конечно. Важнейшая характеристика идеального бытия и, соответственно, важнейшая характеристика сущности в том, что идея равна самой себе. То, что идея равна самой себе. Тождество, да. Категории группы сущностей. Тождество. Противоположность тождеству. Гегер очень интересно показывает, что тождество даже с самим собой предполагает развлечение себя от самого себя. Да, рефлексию. Тождество даже с самим собой предполагает развлечение себя от себя. Иначе не будет тождественности, будет чистое бытие. А тождество, тождество и различие что это? тождество тождество и различия чё так спрессовался рассудок ваш тождество и ответьте вы ощутили что-то когда я задал вопрос ваше мышление учета ощутили какое-то напряжение на тождество тождество и различия в разуме и рассудком тоже как это тождество и различия в одном флаконе противоречия конечно вот мы переходим так сказать наглядно демонстрируем спекулятивное мышление рассудок фиксирует либо тождество до либо различия разум показывает сначала что это относительное определение тоже что безразличие нет различия без тождества но способность помыслить тождество и различия в единстве в силах выдержать только разум противоречия смотрите потому что тождество то есть равенство тождества и различия тождество чего тождество тождества и различия вот почему два раза буковка на конце другая нет тождество тождества и различия чем противоречие это и от различия отличается что содержит себе да 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 ну и там разные вещи он так рассматривает как минус на минус дает плюс математические еще вот разные противоречия ну и потом вот анализ самой структуры мышления в самой структуре мышления мы постоянно нарушаем этот логический закон тождества каждый и вот он говорит что например софисты или скептики будут от именно фиксировать на этом внимание что когда мы говорим иван это человек ведь иван это не человек мы не имеем поставить знак равенства между человеком как таковым как родом и иваном как конкретным индивиду но постоянно говорим постоянно говорим это и в этом смысле уже нарушаем логические законы поэтому скажем так логике профессиональные таксом сергей иванович на что они конечно гегеля очень не любят потому что с их с точки зрения гегеля их наука это так рассудочные до рассудок все такой и вот он ведь скептики они скептицизм застревает на уровне рассудка он не может подняться до разума это что кант например диалектику считал видимостью гегель говорит что это недостаток его рассудочного мышления противоречие разум не может не впасть в противоречие когда он мыслит об абсолютном но это как раз в отличие от того случая когда он мыслит о вещах конечных свидетельство того что он на верном пути да но не всякие противоречия хвалит гегель вот тут надо понимать это что нельзя такого придурка грубо говоря из него делать гегель понимаю в формальной логике противоречие это критерий ошибочности раз есть противоречие значит ошибка гегель этого по отношению к конечным вещам не отрицает то есть деревянное железо конечно это ошибка деревянное железо это противоречие но это противоречие касаемо чего конечных вещей наличного бытия если же мы говорим о бесконечном так или иначе мы будем впадать в противоречие бесконечность только противоречиво и можно мыслить кстати парадоксы математики нам показывают бесконечность только и можно мыслить противоречиво и гегель говорит что бесконечность есть не пустая или абстрактная рефлексия в другое бесконечность как раз подлинная и есть что есть противоречие то что содержит в себе свою противоположность то что содержит все свою противоположность ну назвать то можно но у нас слово целое она для разных других вещей уже приемлемо То есть, например, мы можем называть словом «целым» и «становление». То есть, «становление» — это целое бытие и ничто. То есть, в данном случае нужно всякий раз адекватное слово найти. Точно так же и «мера» является целостностью качества и количества. То есть, понимаете, можно сказать, что это целое, но лучше сказать по существу о противоречиях. Далее. Гегель говорит, что само противоречие выходит в некоторое основание. Некоторое основание, категория «основы». В основе противоречия лежит нечто, нечто более глубокое. И, скажем так, время наше к концу приближается. Давайте посмотрим, какие школы философские, сразу скажу, эллинистический период, соответствуют вот этим принципам понимания мира. Как тождественного в себе, несмотря на все его изменения. Как основанного на некоторых различиях. Как глубоко противоречивого, по сути. И как имеющее некоторое сверхмировое основание. Но вот она в соборку, в тождество. Вы идите туда, в эллинизм. Дальше, за Аристотеля идите. Тождество — это стоический принцип понимания мира. Стоики, да. Некоторая тождественная основа всего вот этого пневма. Различия. Пикурейцы. Тогда атомы различные. Противоречия. Скептики. Скептики. Скептицизм везде противоречия находит. Основание. Ну, кто так основу так выстроил? Все из единого вытекает, эманирует. И к нему... Неоплатоники. Неоплатоники. Это означает, что за нашими категориями нашей мысли стоят целые философские школы. Это означает, что... Вот и Гегель смотришь, что... То, что он излагает в науке логики как структуру мышления, то тому в истории философии соответствуют определенные философские направления. СССР. Превращается, да. Философ ухватывает... Или школа ухватывает некоторую сторону, некоторый луч в истине. И из этого луча выстраивает целую философскую школу. Ну, понятия жесткого параллелизма нет. То есть к такому схематизму примитивному нельзя гегельскую систему, скажем так, свести. Например, на примере категории основания Яомэпы. Вот категории основания. Как там? Неоплатоники. Это переход от античного мира к современному. Вот, например, с точки зрения Гегеля, средневековая философия в категориальном аспекте ничего нового в сравнении с неоплатониками не дала. Поэтому, да, они по структуре мысли, они были как неоплатоники. Но об этом многие тоже говорят, что, в общем, что произошло. Библейское откровение стало накладываться на категории античной философии. А какой? Да, а какой античной философии? В первую очередь, неоплатонической версии, поскольку она самая целостная, но не в скептической же. То есть отцы церкви многие же даже и Платона как такового-то не знали. Они его знали через неоплатоников. Аристотеля когда узнают? Да, в средневековье. А до этого в основном опирались же на неоплатонические сочинения, с ними полемизировали. Но тем не менее. Далее. Если вот это о сущности как таковой, вот речь идет о сущности как таковой, однако сущности противоположно в более таком объемном масштабе, то есть категории частной и категории сущности мы рассмотрели. В сущности как таковой противоположно, что явление. И вот здесь он в таком более чем форма, содержание, причина. Вот здесь рассматривает явление. Но что за философия вообще, коллеги? Какая великая философская система рассматривает мир только как явление с точки зрения? Философия. 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 Ну, Гегель-то раньше в философии жил. Кант. Конечно, Кант – кантианская позиция. То есть не далее, чем явление. А единство сущности и явления – это? Сущность является, явление существенно. Действительность. Синтезом. Существование. Нет, существование в группе категории явления относится. Единство сущности и явления – это действительность. Отсюда знаменитое выражение Гегеля. Все действительное и разумное, и все разумное действительно. Все действительное и разумно, и все разумное действительно. Что Гегель поднимает под действительностью? Некоторое существенное проявление, некоторое проявление сути. Поэтому-то действительное и разумно, что разум сам связан с сущностью. Все еще необходимые знания. Более частная категория – это возможность. Здесь возможность, действительность и необходимость. То есть это подразделение категории действительности. Возможность, действительность, необходимость. Ну и, наконец, истинной необходимости, которую Гегель также рассматривает как субстанцию, является свобода. Вот этот принцип «все действительно и разумно», «все разумно и действительно» станет вам более… Его, конечно, понять можно в контексте всей логики Гегеля. И не ставьте знак равенства между действительным и реальным. Реальность относится к категории бытия, а действительность – это уже одна из самых таких продвинутых способов мысли. Вот разница между реальностью и действительностью. Вот железная дорога. Рельсы, вагоны стоят. Если там нет людей или нет электричества. Дорога реальна? Действительно? Нет. Когда она действительно? Когда разум приводит в действие материю. В этом смысле. Все разумное действительно. И все действительное – то, что действует. Разумно. То есть здесь динамический, как говорили. Да. Это аристодийская интеллектия. Ну, получается, да, что аристодийская интеллектия. Вот такой анализ форм мышления представляет собой логика Гегеля. Представляет собой логика Гегеля. Ну, еще раз хочу сказать. Полностью повторить я, конечно, ее не смогу вам. Не смогу. Ну, это надо тогда отдельный курс просто читать по Гегелю. Но и задача моей сегодняшней лекции была показать, что такое мышление по Гегелю. Показать, что с одной стороны он трансцендентально его понимает, с другой стороны по Иристотелю. И главное, поисторично. Мышление по Гегелю – это и есть всемирно-исторический процесс, которым сначала Бог вводит несущее в существование, а далее через человека приходит, подводит, скажем так, человека к понятию о мире и о Боге. О самом себе. Вот задача моей лекции. И здесь я просто некоторые вам иллюстрации того, как выстраивается его философия. Вот единство логического, исторического, единство абстрактного и конкретного. Что такое диалектика, вот как переходы эти осуществляются. Но здесь наш анализ фрагментарен, а Гегель сводит это все в систему.